друзья всем привет на связи александр и нюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе начинаем мы с американского доллара который резко вырос после данных о рынке труда в пятницу до импульсное движение прям очень круто практически без объема хочу отметить что вот в этой свечи значительная часть объема была сосредоточена в верхней части если даже сравнить просто с предыдущими объемами которые проходили да вот тут повыше либо чуть раньше то практически объема этого и не видно который был в пятницу после данных вот соответственно рынок достаточно тонкий у инвесторов было много ожиданий много позиции они набрали до фактического выхода новостей и таким образом уже само движение происходило без особых крупных объемов я считаю что это было закрытие шортовых позиций в том числе даллас свой сделала свой вклад и хочу просто банально отметить один пример который мы с вами ранее разбирали вот в данном месте за день до публикации данных было продано значительное количество контрактов там 970 если я правильно помню вот и сегодня с утра выход плюс-минус такого же объема да здесь тоже в районе вот 984 контракта 1600 30 300 ну вместе это грубо говоря 2000 контрактов и еще 800 контрактов это все кто-то покупал по рынку то есть либо это те люди которые рассчитывают на импульсное продолжение текущего вот этого движения либо это закрытие шортовых позиций я склоняюсь к тому что это как раз таки закрытие шортовых позиций те участники которые накопили шорт на вот этом нисходящем движении уже его фиксирует за счет того что у нас произошло обновление локального максимума с технической точки зрения это слон тенденции соответственно нету смысла стоять против тенденции до точнее нету смысла уже находиться в шортовой позиции ведь тенденция нисходящая уже изменилась это первое и второе много участников мы видели что накапливали шортовую позицию в данном вот в этом участке это видно по дивергенции кумулятивных дельт и таким образом для них это уже выход для них это уже стоп по их позиции таким образом мы увидели резкий спрос рыночный спрос по американскому доллару и и соответственно резкое движение вверх остальные все валюты провалились существенно вниз на фоне того что американский доллар достаточно сильный поэтому подытожим по американскому доллару с большей вероятностью произошло закрытие шортовых позиций потому что очень много покупали по рынку это первое второе экономика сша достаточно сильная безработица снижается продолжает снижение количество новых рабочих мест достаточно высокая соответственно рынок труда силен инфляция по чуть-чуть опускается поэтому возможно с большей вероятностью павел прав по поводу мягкой посадки экономики но она пока достаточно к активная скажем так и это не будет мешать фрс поднимать процентную ставку дальше европейская валюта под давлением американского доллара снизилась это я считаю это временное явление давайте посмотрим на сот отчеты сот отчеты нам указывают на то что по евро фонды по-прежнему накапливают лонговую позицию них уже очень сильный перекос грубо говоря в три раза практически этот перекос лонговой и шортовой позиции то есть они серьезную ставку делают на то что евро дальше будет продолжать расти а вот хеджеры в свою очередь они больше активничают short да мы здесь видим что существенные объемы 25 тысяч контрактов шортовой позиции набрали то есть они использовали повышение цены для того чтобы накопить позицию посмотрим кто в этой борьбе победит в любом случае у нас пока что дифференциал ставок он начал сходиться но еще до конца не зашелся и это достаточно длительный промежуток процесс и поступающие данные они будут влиять на настроение инвесторов на то как они будут ожидать будет фрс поднимать на 25 базисных пунктов или вообще не будет потому что уже бытует мнение о том что до конца 23 года фрс начнет снижать процентную ставку хотя павел говорит что нет ни о каком снижении речи не может идти на этой неделе выйдут данные еще индекса потребительских цен в германии ожидается что там будет рост соответственно если растет индекс потребительских цен в германии в основном локомотиве еврозоны то с большей вероятностью ецб продолжит поднимать ставку на 50 базисных пунктов и таким образом дифференциал ставок еще больше сузится и это позитив для европейской валюты поэтому скорее всего фонды правы и есть смысл с коррекцией рассматривать лонговые позиции по этому инструменту поэтому на этой неделе я рассчитываю что все-таки импульсный спрос на американский доллар продолжится да и на этом фоне европейская валюта сможет обновить вот этот локальный минимум за текущий фьючерсный контракт здесь у нас формируется отличная точка входа для наращивания нового лонга швейцарский франк двигается вместе с евро здесь ничего интересного и по суточетам тоже в принципе ничего существенного не происходило австралийский доллар скорректировался значительный других валют помните мы говорили что закрепление под этой областью будет означать что есть смысл рассматривать short приоритет и это закрепление но произошло достаточно красиво произошло так если перенести эту область то приблизительно она будет выглядеть как-то вот так так давайте ну короче вот плюс-минус она она вот так будет выглядеть пробили от тестировали ее снизу вверх вот тут поболтались чуть-чуть и дальше вниз покатили причем существенно вниз прошлись вот по австралийскому доллару к сожалению закрепление прям сильно ниже произошло поэтому с текущих набирать позицию как-то не совсем комфортно есть расчет на то что перед заседанием банка австралии она будет 7 числа то есть завтра что все-таки участники рынка с надеждой подтащит цену чуть-чуть вверх и там будет более комфортно накапливать шортовую позицию учитывая то что у нас открытый интерес последнее время на росте цены снижался учитывая то что у нас фонды по-прежнему находятся в нет шортовой позиции у хеджеров не могу сказать что существенный перекос они в принципе плюс-минус всегда такую позицию держат а вот фонды за последнее время накопили шортовую позицию и вот если мы посмотрим на сот индекс то он плюс-минус уже близок к тому к максимальному расхождению еще неделька-две и в принципе мы это можем увидеть а если мы посмотрим на обычный сот репорт да на кумулятивный сот репорт то мы увидим что за последнее время фонды свою позицию практически не меняли они как были на это шорте так и находятся несмотря на то что цена подрастала они не увеличивали но и не сокращали свою позицию это первое а вот фонды по чуть-чуть сбрасывали дату сих на эта позиция хеджеры точнее извините хеджеры по чуть свою позицию растеряли то есть до этого у них там было в начале вот этого импульса к примеру у них было 40 тысяч контрактов лонговых а сейчас только 31 1000 контрактов вот я считаю что по австралийскому доллару нисходящая тенденция как минимум коррекция точнее она будет более яркой более сильной нежели по европейской валюте валюте учитывая то что ожидание рынка что банк австралии поднимет ставку только на 25 базисных пунктов то это не очень положительно вот если банк австралии поднимет на 50 базисных пунктов тогда окей тогда по австралийскому доллару мы можем рассматривать дальнейший сценарий лонговый сценарий вот но если действительно будет на 25 то здесь short и в принципе основная область которой интересно это все делать это вот как раз вот эти объемы которые были накоплены за предыдущую неделю верхней части ближе к этим объемом есть смысл рассматривать шорты по новозеландцу плюс-минус аналогичная ситуация здесь мы как раз и дожидаемся еще и лонг приоритета по сот индексу с большей вероятностью он произойдет чуть пониже как раз вот американский доллар делает импульс все остальные валюты проваливаются просаживаются обновляют минимум за текущий фьючерсный контракт формируют хорошие возможности для среднесрочного входа и дальше покатят вверх так как американский доллар по-прежнему находится достаточно высоко там по-прежнему есть много лонга который еще можно вынести сейчас охотится за шорт позициями и спекулирует на том что американская экономика достаточно сильно пока в моменте но низкая безработица это тоже плохо в среднесрочной перспективе так дальше у нас канадский доллар который чувствует себя чуть лучше остальных валют заметьте что он падал не так сильно как другие активы и здесь открытый интерес прям существенно прирос до 7000 контрактов давайте посмотрим что было в соточетах так по новозеландию здесь ничего интересного по канадскому доллару у нас 8000 контрактов шортов накопили фонды да и хеджеры особо не активничают неподотчетные трейдеры тоже особо не активничают фонды 8700 8700 контрактов успели за предыдущую неделю накопить шортовой позиции открытый интерес посмотрите плюс-минус на то же значение за последние недели вырос вот это изменение последнее оно не вошло в соточет потому что до вторника соточеты формируется уже в следующую пятницу мы увидим свежие данные куда как раз вот этот скачок открытого интереса и войдет пока цена находится ниже основной области сопротивления я не рассматриваю лонг приоритет но и шортить показать не собираюсь канадский доллар выглядит более сильным на этой неделе еще выйду данные pmi там существенный прирост по одну один из поставщиков этих данных указывает на то что в деловой активности канады существенный прирост несмотря на то что там очень сильно холодно сейчас вот поэтому основной прогноз и основная идея по канадскому доллару это лонговать после закрепления выше вот этих максимум то есть подход снова к этим максимумом будет будет плюс-минус та же картина что и по эфиру мы подойдем еще разок потестируем здесь постоим и потом просто вот такую палку сделаем скорее всего вот эти ребята которые закупали пониже они на это и делают расчет британский фунт тоже провалился существенно здесь аналогичная история ну в британии шорт приоритет может быть еще более сильным за счет того что у них проблемы и на этой неделе выйдут данные ввп по британии посмотрим ухудшилась ли ситуация потому что по прогнозам там все не очень хорошо поднятие ставки не приводит к результату соответственно инфляция достаточно высокая соответственно банк англии делает что-то не так инвесторам это не нравится японская иена вместе с другими валютами провалилась несмотря на то что спрос на облигации подрастает но вместе с другими и пошла тоже вниз по суд отчетам что по британцу ничего интересного что по японской и не тоже ничего интересного просто закрытие оппозиции происходит это нормально закрытие оппозиции для нас особой смысловой нагрузки не несет за счет того что деньги вынимаются то есть не за не формируются какие-то позиции просто закрыли позицию она в моменте повлияла в моменте закрытия было влияние на цену но дальше уже никакого влияния не будет иметь это закрытие так по рынку криптовалют сот посад индексу short приоритет у нас пока не появился там тоже по чуть-чуть закрывают свои позиции достижение максимум за последних несколько месяцев за последних полгода это существенный существенный фактор для частичного закрытия позиций вот но я считаю что мы еще далеки от локального максимума и вот этот хайп будет еще пробит то есть поболтаемся немного выйдут новости о том что микростратеджи покупает тесла покупает еще кто-то покупает к эти вуд обратно купит и мы сделаем новый хай в районе отметки 29 возможно это просто розовые мечты но на текущий момент все больше и больше фактор указывает на то что рисковые активы будут спроси пока что вот до момента пока ну как минимум еще квартал да пока фрс не придумает а давайте мы поднимем с процентную ставку на на 075 базисный пункт а вот тогда будет все не очень хорошо пока фрс смягчает свою жесткую политику рисковые активы будут чувствовать себя хорошо эфир та же история так по поводу золота видим как сильно скорректировалась по сравнению с остальными валютами серебро к сожалению скорректировалась не меньше спред между золотом и серебром хоть и сходится по чуть но не очень то и сильно и давайте мы сразу наверное этот спред и посмотрим вот этот спред в моменте схождения было существенным вот где-то ну короче на моменте схождения было но сейчас его снова практически нет я вижу смысл продолжать накапливать этот спред учитывая то что серебро более низко ликвидный инструмент и запампить этот инструмент являет не является чем-то супер сложным у нас формируется лонг приоритет по сот индексу по золоту поэтому коррекция скорее всего будет более глубокой вас я надеюсь что это будет как раз вот это про торговка вот вот с нее будет более комфортно накапливать лонговую позицию а еще и учитывая то что смотрите складывается такая ситуация рынок труда силен в штатах это первое второе инфляция это ну не такими активными темпами падает хотя и говорят о том что ожидание рынка что к концу 23 года инфляция вернется на нормальные значения то есть рынок это уже там себе чуть-чуть закладывает этот оптимизм вот но безработица низкая айтишников там увольняют нанимают деловая активность достаточно высокая то есть это все создаст поддержит точнее текущую инфляцию потому что многие люди будут больше тратить рынок чуть-чуть вырос снова будут больше тратить это повлечет за собой то что инфляция не так быстро упадет и возможно будут те кварталы когда инфляция продолжит свой рост статистически по сравнению с предыдущими годами она не так сильно уже будет расти но будет расти это будет влиять на настроение инвесторов а когда инфляция растет то точнее ожидания по поводу роста инфляции присутствует тогда и золото растет и вот для нас это будет хорошая возможность вот здесь накапливать лонговую позицию до момента разрешения ситуации как раз таки с фондовым рынком и с этой инфляцией потому что в данном случае важно только ожидание для золота важно ожидание роста инфляции и вот эти ожидания все больше и больше будут накапливаться я надеюсь что как раз золото к этому времени сделает хорошую коррекцию давайте посмотрим на чистую позицию несут индекс и мы видим что фонды по-прежнему накапливают лонговую позицию по золоту они как начали ее набирать здесь на минимумах так и в принципе продолжают чуть-чуть накапливать это нормально в gtf которые управляют ну портфелями акций золотодобытчиков деньги заносят по-прежнему все там нормально дальше у нас нефть которая штурмует отметку 70 это прекрасно я надеюсь что здесь она еще даже ниже чуть упадет и будет возможность набрать позицию получше как я говорил раньше лонг-приоритет сохраняется за счет того что китай по чуть-чуть восстанавливается и сша по чуть-чуть будут восполнять свои стратегические запасы поэтому минимум даже если будет обновлен здесь это тоже будет круто я рассчитываю свой риск-менеджмент до отметки 58 то есть на 58 я получу свой стоп если ниже не пойдет то будет все замечательно медь дошла до уровня лимитной поддержки вижу смысл накапливать лонговую позицию от этого уровня то есть дожидусь момента реализации рыночного предложения в принципе которое вот сейчас и происходит и на закрытии можно будет уже рассматривать лонговый сценарий здесь и стопик достаточно понятный короткий на под вот эту про торговку чуть чуть ниже и в принципе ситуация не поменялась открытый интерес снижается потому что экспирация уже ну как бы не сильно близко но она близится и если вы посмотрите это по меди практически всегда вторая половина уже контракта она по чуть-чуть уходит открытый интерес уходит перетекает в следующие контракты поэтому здесь можно просто делить окей так что у нас по дивергенциям давайте посмотрим за последнее время что у нас было у нас просто резко достаточно резко вырос но как бы дивергенции здесь нету мазут обновляет свои минимумы газ стоит на месте здесь и реализация рыночного предложения произошла и закрытие короткое ну скорее всего это шорт позиции закрывались как раз под конец торгового дня последний последнего дня недели перед выходными вот и я считаю что по газу у нас будет отличный спекулятивный лонг то есть момент реализации рыночного предложения на более мелких таймфреймах есть смысл дожидаться вот таких ситуаций когда много продают на локальном минимуме как мы видим цена особо сильно не изменилась этих значений то есть пик продаж был как раз вот здесь цена плюс-минус вблизи этого уровня болтается поэтому либо будет еще одна такая штука и тогда яркий импульс вверх либо мы даже с текущих можем уже остановиться и показать вот этот же импульсный импульсное движение давайте посмотрим на позицию неподотчетных трейдеров это интересно как она поменялась были на не по-прежнему в лонгах находятся по-прежнему не закрывают свои лонги смотреть и не вы и не выносит их и не закрывают самостоятельно это минус это минус для торговой идеи для лонговой идеи по той причине что это лишние пассажиры в этом поезде могут без проблем дальше затащить еще пониже поэтому нужно соблюдать риски так тут ничего интересного фондовый рынок корректируется по чуть-чуть это нормально все данные положительные и все что только можно хорошее вышло сезон отчетности как раз подходит тому моменту когда уже промышленники отчитываются там не самые яркие отчетности так как большинство из них не смогли переложить инфляцию на своих потребителей и они предыдущих кварталах отчитывались не очень хорошо поэтому на фондовом рынке сейчас будет небольшое затишье все будут ожидать новое поступление данных и включение байбеков я не считаю что у нас конец восходящего движения считаю что это только первый заходик был собрали чуть-чуть ширтовой ликвидности отстояться и снова дальше покатим вверх поэтому под плюс-минус на такой сценарий я рассчитываю на фондовом рынке учитывая то что пока все хорошо рынок ждет что будет мягкая посадка экономики что фрс уже не будет поднимать процентную ставку так агрессивно и что к концу 23 начнет ее снижать это опрос блумберга если не ошибаюсь так nasdaq аналогичная история но здесь как по мне больше рисков потому что фрс все-таки будет поднимать процентную ставку а поднятие ставки для технологических компаний не очень хорошо так до стоит на месте давайте рассмотрим 1 еще последний который неплохо вырос за последние недели прям отличненько вырос и спрос на риск продолжает расти и падает он заметьте слабее растет вместе с ростом открытого интереса это большой плюс соответственно рисковые активы пока чувствует себя хорошо в том числе крипто так по спредам золото серебро вижу смысл накапливать дальше позицию при образовании точек спреда нефть против мазута вижу смысл открывать первую часть позиции так как расхождение уже больше среднего дальше у нас рассыл против snp пока сижу в позиции ну посмотрим любая негативная новость она приведет к тому ну не супер позитивная точнее она приведет к схождению этого спреда посмотрим но если спрос на рисковые активы продолжит расти то тогда я выхожу с убытком из этого спреда австралиец против новозеландца пока без идеи здесь нужно дождаться более существенного расхождения тогда австралиец шорт новозеландец long так евро против швейцарца тоже пока ничего интересного не происходит и среди топовых валют у нас выбился уже австралиец прям все точно и новозеландец и британец на самых минимумах находится за текущий квартал расхождение здесь не очень большое поэтому подождем еще несколько дней я думаю в пятницу мы уже сформируем торговую идею на сближение посмотрим какой из активов будет на максимумах а какой на минимумах потому что вот по австралийцу как раз завтра у нас решение по поводу процентной ставки и все может резко поменяться британец против японской иены принципе на одном месте пока болтается я посмотрю на этот спред с надеждой перезайти если вдруг там все красиво произойдет если британец более сильнее упадет а японская иена останется на месте вот британец обновляет свой минимум и у нас появляется прекрасная точка спреда часть объема возьму но пока накапливать среднесрочную позицию не хочу слишком все не очень хорошо в британии и так спасибо за внимание пишите ваши вопросы в чате в комментариях до встречи пятницу будем подводить итоги торговой недели всем счастливо удачной недельки